Всем привет, с вами Полте. Добро пожаловать на канал и в кадре iPhone 14 Pro Max. Здесь есть Always On Display, на самом-то деле очень классная, интересная фича. Можно не разблокируя устройство, смотреть информацию типа времени, погоды и прочих видов, которые у вас добавлены. То есть уже не нужно как бы разблокировать устройство, чтобы посмотреть какую-то стандартную информацию. Так вот, эту фишку люди хотят и на старой версии iPhone, потому что в комментариях иногда мелькают вопросы на тему, как добавить Always On на iPhone 13, 12 или 11. Я долго искал хороший способ, который позволит хоть в какой-то степени добавить Always On Display. Но этот способ с ограничениями, он может работать, например, только вечером. Это не на все время, то есть у вас постоянно Always On работать не будет, просто потому что ваша батарейка так будет умирать очень быстро, ведь она будет высаживаться экраном, который постоянно работает. Поэтому вот такой способ, но тем не менее он рабочий, можете его попробовать. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, чтобы больше людей об этом узнало. Также подписывайтесь на канал и обои из видео в Телеграме, ссылка на которые в описании. Вернемся к теме Always On Display. Во-первых, если у вас 14 Pro или 14 Pro Max, вы могли заметить, что Always On Display, он необычный, он очень яркий. То есть вы первое время не понимаете, у вас заблокирован телефон или нет, потому что обоина, которая на рабочем столе, она отлично просматривается, даже когда телефон заблокирован и экран темный. Есть такая фича, даже на 14 Pro Max, если вы включите, например, режим не беспокоить, то видите, какой сейчас становится Always On Display. Он становится очень темный, обоина практически не просматривается. И такой вариант, он более приемлем. Именно этот вариант мы попробуем повторить на всех iPhone. Думаю, в комментариях поступятся вопросы, как сделать такой же Always On Display на 14 Pro и 14 Pro Max. Все просто, зайдите в настройки, фокусирование. Здесь сверху есть не беспокоить, есть кнопка параметры. Включите вот этот переключатель, затемнение на заблокированном экране. То есть теперь ваш Always On Display при включении режима не беспокоить будет становиться очень темным. Ну и, соответственно, сам режим вы также можете настроить, чтобы все так же получать уведомления, там все звонки проходили, сообщения. Но сам режим не беспокоить, он как бы включал вот этот темный режим на Always On Display. Теперь мы поговорим на тему, как на всех остальных iPhone на 13, 12, 11, 10 серии добавить Always On Display вот в таком примерно виде. Перед нами iPhone 13 Pro Max. Именно на нем мы постараемся сделать Always On Display. Если все получится, то у вас точно так же будет работать, просто делайте все по инструкции. Имейте в виду, что на 14 серии стоит новое поколение дисплеев, которое оптимизировано под Always On и не так расходует батарею. На прочих iPhone ваша зарядка может садиться быстрее. Не критически, но все же. Итак, первое, что нужно, мы заходим в настройки, фокусирование и выбираем самый верхний пункт. Это режим не беспокоить. Здесь обратите внимание на переключатель люди. Нажимаем сюда и важно, чтобы галочка стояла сверху, там где уведомления заглушены. То есть вот здесь должна быть галочка. Если в этом списке чуть ниже есть люди, их нужно из списка удалить. То есть таким образом, если здесь никого нет, то уведомления заглушены будут не от кого. Они все так же вам будут приходить, телефон будет работать как раньше. Вы будете получать уведомления от входящих, от SMS и прочее. Абсолютно такая же история и для приложений. Просто нажмите сюда и тоже выберите уведомления заглушены, чтобы в списке не было никаких программ. То есть не беспокоить, у вас будет работать как обычный режим. Все, что нужно, это чтобы просто работал Always On Display. А уведомления, как и в обычном использовании, вам будут приходить точно так же. Далее мы заходим в параметры. И у нас здесь есть три переключателя. Мы включаем на заблокированном экране и включаем затемнение экрана блокировки. Ну и если вы не хотите, чтобы были наклейки и уведомления, то можете последнюю также включить. Но она не обязательно. Самое главное, что были включены две верхних. Теперь, если мы свернем наши настройки и, например, опустим шторку, где у нас экран блокировки, то вы можете опустить шторку управления, включить режим фокусирования, не беспокоить. И видим, что она затемняется точно так же, как это сделано на iPhone 14 Pro Max. То есть Always On Display очень сильно похож и работает практически так же. Теперь на ночь вы можете этот телефон поставить на вашу там тумбочку, там рядом с кроватью, и это будет в роли ночника. То есть он не заблокируется, у вас уведомления будут проходить бесшумно, он вас не разбудит. Но тем не менее, если вы проснетесь, вы будете видеть практически такую же картинку, как на iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, где Always On Display ест. За ночь эта вещь не съедает много процентов батареи, примерно 4-5%, но это очень небольшой показатель. Если вы хотите использовать ночник и Always On Display на любом вашем iPhone, то вот так это просто, в принципе, можно сделать. Согласен, костыли, но тем не менее, это костыли, которые все-таки работают и хоть в каком-то виде приносят Always On Display на ваше устройство. На этом все, ребят, вот такое вот получилось видео. Буду очень рад, если вы поддержите его пальцем вверх. Также подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok